Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прочь, зверь! Прочь! Больше ты меня не потревожишь! Эльгар, берегись! Итак, всем привет, с вами Алексай Килл И мы продолжаем Проходить Assassin's Creed И род яростного лебедя Вернет себе былую славу Собственно Три человека, три исхода Кто из этих жалких кукол Лучше спляшет, по твоему слову? Я должен решать не ради себя, но ради своих людей Кто будет полезен нам в час нужды? Нельзя знать наверняка, Так как к тебе относится другой Думай лишь о себе У всех есть достоинства и изъяны Епископ упивается Своим христианским благочестием Но он мудрейший из троих И уже проявил себя Короче, выберу его Мой выбор Херифрид Он умеет повелевать И будет это делать и дальше В своей бесконечной милости Господь сказал свое слово И глаз его протрубил для всех верных Элдерменом Линкольншира Станет епископ Херифрид Благодарю вас всех Благослови вас Бог Псалом 78 стих 72 И он пас их в чистоте сердца своего И руками мудрыми вводил их И я так же поведу вас за собой Храни вас Господь Не налегай на мед, лорд Да Гримсби путь не близкий Я просто нюхаю Пить что-то расхотелось Эй, да ладно тебе Тебя бы грохнули на этом пасту Да и все Так что считаю тебе жизнь спас Я не мог поддержать тебя, Хунвальд Ты чуткий, добрый человек Но с правлением не справился бы Знаю Я всегда знал Думаю, я просто надеялся так Почтить память отца Почтить его память можно по-другому Выпить, сложить песню Да Верно Спасибо, Эйвор Поговорим позже Мне нужно заключить союз Эйвор Ты оказал мне честь И я хотел бы отплатить тебе Согласно обычаям, ты и должен отплатить Скажи, как? Поклянись, что Линкольншир будет другом клану Ворона В самые трудные и темные времена Да, конечно Не сомневайся, отныне и вовек мы будем друзьями Позови, и я приду Спасибо Береги свою паству И осаживай его Ради его же блага Линкольншир с нами Там теперь новый правитель Херрифрид Он епископ Надеюсь, он сладится своей паствой И будет готов к битвам Посмотрим на карту союзов До этого легиона нам еще качаться и качаться Так что пока сюда Расскажи о Йорвике Кайсен говорит, там еще три члена Ордена Если это так, тебе повезло Там живут наши старые друзья Хьор и Льюфвина Оба занимали в Норвегии высокое положение Возможно, им что-нибудь известно Их помощь пришлась бы кстати Ну так что же? Отправлюсь туда Ты знаешь, где искать Хьору и Льюфвину? В незнакомом городе Лучше расспрашивать людей в порту Им известно больше, чем простым землепашцам Хьор с Льюфвиной обосновались рядом с портом Кто-то должен знать, где их найти Да погоди ты с этим Давай броню достанем Надеюсь, она стоит всех усилий Раздроблю твой череп Замедлий, сволочь Заходим Целе Твою ж Я думал в этой клетке сидит какой-то пленник Это оружие Очередная цепь Пока не буду менять Я ищу своих друзей Не хотелось бы тут заблудиться Льюфвина и Хьор Блудница? Я знаю парочку О, не сомневаюсь Клетин Эй, пацанчик, может ты чего-нибудь знаешь? Малыш Малыш, не поможешь мне? Я ищу своих друзей Имена Хьор и Льюфвина Тебе знакомы? Вроде где-то слышал Та женщина Из Биармаланда Умница Она смешно говорит Вот я и спросил Я не грубил, честно Тебе нужен смотритель порта Григорий Я видел, как он с ней говорил Спасибо Гришку, значит, найти надо Окей Давай поищем Гришку Да Эй, друг Ты не поможешь мне кое-кого найти? Я ищу здесь Хьора и Льюфвину Хьор? Знаю его Ты друг ему? Ну да В таком случае Не жди помощи от меня Или других торговцев Теперь, если позволишь Жаль Чем же Хьор ему насолил? Фиг знает Фиг знает Ой, извини, пацан Слушай, ну где мне Гришку-то искать? Не найду я никак Гришку Вступай же Здесь у нас дела ведутся честно Ты верный смотритель порта? Что, меня все знают? Тебя все ненавидят Как я уже сказал твоему другу Если твои товары изъяли Обратись к совету Эти торговцы мне не друзья Но я ищу кое-кого Хьора и Льюфвину Ты знаешь Хьора и Льюфвину? Какое у тебя к ним дело? А твое какое дело? Мы знали друг друга еще в Норвегии Я оставил в прошлом ту страну Но не друзей Тогда знаю У них в Йорвике прекрасно идут дела Я не удивлен Они бойкие Как и я А сейчас я хочу увидеть их снова Иди к большому дому Где вокруг цветы Хьора и Льюфвина живут там Может заплатишь мне за сведения? Может отрезать тебе язык? Забудь что я говорил Да, чувствуется городишко Такой Северный Такие сугробы Меня за эту неделю Уже Третий ящик забрали Правила правилами Но хоть сказали бы почему Так Вот и их дом Дом кто-то ограбил А мертвец Что лежит здесь Ни Хьоры Ни Льюфвина Разбросанные свитки Вор что-то здесь искал Что ему тут было надо Здесь завязался бой И продолжился снаружи Здесь только кровь Куда же они пошли? Пойдем по следам И узнаем Это кто-то из грабителей? Ммм След выйдет дальше За Тенгри И за Вьярмию Льюфвина Кто это? Покажись Живо Это Это я Льюфвина Эйвор Эйвор? Что? Кто тебя послал? Ты с ними? Тише Льюфвина Успокойся Ты же знаешь Что я друг Точно? Появляешься здесь вот так Меня пытались убить Я слышал Что в Йорвике беда Вот и пришел Чтобы помочь Клянусь честью Прости Эйвор Глупо было тебя обвинять Но настали тяжелые дни Кто они? И зачем ты им нужна? А вот зачем Не знаю почему Но они хотели убить меня Из-за этого Подписано Бедный воин Христов Знаешь его? Я видел такое письмо раньше В Люндоне Йорвику грозит беда Где сейчас Хьор? В Королевском дворце Я провожу тебя Опусти капюшон Здесь небезопасно Если меня узнают Будет плохо Ну да Она ж сказала Они еще ищут меня Пригнись Мы проскользнем мимо Присядем Она где-то рядом Гляди в оба Что-то она рано спохватилась Идем На нас петух кидался драться Помню как В Far Cry 5 Все жаловались На петухов Все слишком затянуло Там это были Жесткие противники Ждем удачного момента Эта сучка Нам не помогает Берегите Берегите Чулова Летим в оба Отвлекай А ее ранили Смешно удары Этим кинжалом Выглядят Как будто Эйвр как-то Шприцом Пытается Атаковать Суки Да вы че Не-не-не-не-не Больше никого не вижу Идем дальше Сама с ним разбирайся Умри достойно все давай вставай пока у нас не видят у меня здоровье на самом донце осталось хотя бы один удар мне нанесут и все финита лекомедия сука пошел ты не на совсем беспредел дайте лекарства доктор мам какой-нибудь теперь нам ничего не грозит боги эйвор как же ты вовремя появился это судьба я надеялся что мы увидимся вновь правда ждал более спокойной встречи мы бежали от одной беды лишь для того чтобы навлечь на себя другую пока король риксик думает только о нехватке денег в казне люди из так что напали на тебя и да и нет это лишь разбойники им кто-то отдает приказы наверняка течь и имена в этом письме возьму-ка я лучше тут цепь у нее урон повыше да и привык я к этому оружию кинжал чуть не мое чтобы убить этих людей здесь только прозвище это может быть кто угодно грязь часто попадает на улице из водостоков замка искать нужно среди тех у кого власть то есть в совете хьер в нем состоит это нам на руку мы можем я рад вновь видеть тебя друг мой здесь в йор веке рады всем и я рад тебя видеть хер вернее вас скажи зачем ты здесь ты же не ради йоля проделал такой я здесь чтобы предостеречь тебя друг в твоем городе гниль три порочных опасных человека только вместе мы сможем разоблачить их убить прежде чем они обретут власть помогу чем смогу я готова не спешите мы не можем бегать по всему городу обвинять всех подряд и убивать они могут что эти люди подослали к ней убийцы залой руки они готовы на все лишь бы их не раскрыли но не вышло это письмо прислали к нам домой игла головня и тайник все они состоят в неком ордене древних это их вымышленные имена их след ты слышишь йор ему это все хорошо знакомо это гниль смогла просочиться в йор век но король риксик слишком занят а значит и я тоже и совет к тебе не прислушается да и мне этот совет ни к чему все что вы слышали должно остаться между нами но ты должен представить меня королю мне нужно его согласие чтобы нам никто не мешал пик ты побеждают в войне нам понадобится каждая унция серебра чтобы прокормить наших воинов это понятно фара вид но мы обязаны позаботиться и о жителях города йоль уже совсем скоро хватит от ваших споров уже голова болит я не знал что у нас здесь гости причем без моего дозволения значит так ты встречаешь всех кто к тебе приходит или только тех кто хочет помочь прости мой лорд это эйвор из клана ворона не представляйся я знаю кто ты риксик в йор век пришла беда да я на нее смотрю беда что чуть не лишила меня друга на льюфину напали люди из алой руки ворвались в дом разгромили все и гнались за ней по улице снова эти негодяи она выжила но от алой руки в последнее время все больше бед а какое тебе дело что какой-то странствующий наемник нет это дрэнк ярла сигурда они заняли наш старый лагерь у реки нэн я фаровит правая руках альфдона рагнарсона а этот толстый транжира аудун ривьор века я видел такие шайки смутьянов прежде стоит утратить бдительность и вот они всюду как сорняки если их не трогать скоро йор век окажется в их власти плохо для тебя плохо для хальфдона ух ты чего ты хочешь расскажи мне все что знаешь об алой руке я избавлю тебя от них а твои дела меня не касаются они запустили руки во все сундуки города нападают на знать торговцев и всех кого могут запугать и до их становится больше я предпочел бы покончить с ними до йольского пира нельзя просто закрывать на это глаза не можем сами избавиться от алой руки поручим дела эйвору делай что должно только без шума не хочу чтобы об этом знали ярк выдели деньги на еду и l для людей фара вида при этом оставь что-нибудь для праздника но я же говорил у нас нет найди я все сказал где взять столько серебра где ограбить дракона пойдем провожу тебя к люфини она знает с чего начать кажется разговор прошел не так как тебе хотел нет все в порядке риксик не станет мне мешать все понимают от алой руки нужно избавиться но прошу никому ни слова я могу доверять только вам двоим так что держи язык за зубами понял простите что я не пошла с вами меня утомляют эти перепалки любовь моя это ты меня прости я тебя не защитил чепуха тебе нужно исполнять свой долг к тому же пара мерзавцев не повод для беспокойства я так рад что ты цела эйвор мне пора если что я буду поблизости да уж тебе палец в рот не клади старые привычки что делать хьер изменился стал спокойнее это все власть викинг перестает быть викингом я рад за него вы смогли многого добиться здесь возможно что это у тебя писание евангелие екклесиаст откровение иоанна люди алой руки все это крадут да теперь городом правим мы но христиане могут поклоняться кому хотят скажи это алой руке аудун боится что они попробуют пробраться в архивы мне кажется есть какая-то связь между этим и беспорядком в порту зачем алой руке христианские книги в этом весь вопрос как бы то ни было они идут на все чтобы их заполучить они даже жгли живьем тех кто отказывался выполнять их требования где в этом городе больше всего книг в архивах но алая рука пока не осмелилась туда сунутся аудун глаз с архивов не спускает надо туда заглянуть архивы 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 должно быть здесь аудун копается в записях совета его здесь нет нужно осмотреться оружие и припасы которыми даже крохотные войска не накормишь ну может только войско карликов сколько вина должно быть для йольского пира этот архивариус не против что я здесь копаюсь несколько важных свитков на всех стоит печать аудун значит беру их и ухожу да перед Эйвор, так ведь? Что привело тебя в архивы? Я пришел спросить про христианские книги. Льюфвина сказала, их крадут люди Алой Руки. И уничтожают. Боюсь, скоро они придут и сюда. Аббатиса переносит книги в более надежное место. Она неустанно этим занимается. Ты льстишь мне, Аудун. Я лишь хочу помочь. Аббатиса Ингеборга. Это Эйвор, наш почетный гость с юга. Он предложил свою помощь в борьбе с Алой Рукой. Чем я могу помочь? Значит, ты хранишь свитки в надежном месте? Где? Прости, Эйвор, но ты здесь человек чужой. Не понимаю, зачем тебе все это. Мне трудно тебе доверяться. Свиткам ничего не грозит. Я сделаю все, чтобы защитить их от Алой Руки. Мне нравится твоя стойкость. Но если с Алой Рукой не покончить, они так и будут нападать на тех, у кого есть эти свитки. Люди из Алой Руки точно знают, где искать эти свитки. Их кто-то направляет. Кто это может быть? Вы что-то знаете, я же вижу. У Аббатисы есть подозрения. Как не больно об этом говорить, но в Ректории что-то неладно. Перешептывания, странные взгляды. А епископ под покровом ночи бродит по Ректории, навещает священников в странные часы. Пора и мне зайти к этим людям. Вот и Ректория. Аббатисы считают, епископы священники что-то замышляют. Как тихо. Куда все подевались? Там кто-то прячется и вряд ли выйдет по своей воле. Мне нужно как-то попасть внутрь. Тут не открыть. Только с той стороны. И кто же там прячется? Тут тоже? Не подходи! Стоп. Хватит! Отпусти, прошу! Почему ты весь в поту и дрожишь? Алая рука. Они повсюду. Прошу, не трогай меня. Похоже, все остальные избежали отсюда. Так почему ты еще здесь? Я жду епископа. Один из братьев сказал, что тот скоро вернется. Это все, что я знаю. И где этот твой брат? Он заперся у себя. В доме. Вон там. Не в тот ее дом зашел. Не трогай меня. Уйди. Ну и вонь. Давно ты здесь? Кто ты такой, чтобы врываться сюда? И так обращаться с моей дверью? С какой нахрен дверью? Говорят, вы, священники, прячетесь с тех пор, как пропала часть христианских книг. От кого? От алой руки. Делают здесь, что хотят. И никто не пытается им помешать. Я ищу епископа. Где он сейчас? В своих покоях. Сказал, что вернется, как только закончит какое-то дело. Прошло уже много времени. Веди меня. Что? Что ты хочешь с ним сделать? Живо. Боже, помилуй. Нужно было бежать вместе со всеми. Лети же, Сюнин. Покое епископа. Почему пахнет Гаррию? Видимо, заперто с той стороны. А где он, я его потерял? Христианские свитки. А Батисса не зря подозревала епископа. Кровь. Здесь кто-то дрался. И кого-то тут все-таки убили. Боже, правый. Епископ. Нет. Я не могу. Господи. Ну и вонь. Будто дерьмо сурта. Так, обгоревшее письмо рядом с трупом. Епископ пытался спрятать его перед смертью. Обгорелое письмо. Братья Света. Я отхожу от дел с тяжелым сердцем. Я печален тем, что случилось со свитками, хранившимися в соборе. Я не стану терпеть методы Аббатисы. Да простит меня Бог за осквернение этих священных свитков. Внимайте же, братья мои. Церковь больше не может быть убежищем. Я пишу это письмо и не могу не думать о возможном покушении. Запомните это имя. Головня. Остальная часть письма сгорела. Кто-то знал, что епископ сомневается и убил его, пока тот не проболтался. Это признание. Он участвовал в этих злодеяниях против своей воли. В той части письма, что уцелела, упоминается собор и Аббатиса. Неужели она хранит свитки там? Ищем везде, в каждой комнате. Враг все еще где-то здесь. О нет. Алая рука. Боже помилуй. Тихо. Алая рука. Нужно идти. Пусть сгорит за свои грехи, как прочие. То есть эта Аббатиса сама на себя нас навела, рассказав про епископа. Ну и дура. Тупая бабища. За мной отправили алую руку. Я близок к разгадке. Надо отправляться в собор. Аббатиса знает больше, чем говорит. Крой! Я подстилка! Аббатиса! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Что вы такое творите? Тебе здесь не место, священник. Прочь! Прочь! Кощунство! Прекратите! Что случилось, святой отец? Аббатиса! Они сжигают все эти книги! Почему ты их не остановишь? Потому что это мой приказ. Что? Пергамент, что горит перед тобой, исписан ложью. Пока он существует, ты не сможешь увидеть, каков мир на самом деле. Ложью? Аббатиса, что я слышу? Мы божьи дети, все мы! Не отрекайся от него в сердцах, умоляю! Покайся же! Господь тебя простит! Ты ведь знаешь! Твой разум отравлен, но не бойся, у нас есть противоядие. Мы укажем новый путь, по которому нужно идти. Ты сошла с ума! Я этого так не оставлю! Клянусь тебе! Тебе некому рассказать. Никто тебя не услышит. Не можешь видеть, как горят эти книги. Сгори вместе с ними. Уничтожьте все! Каждую книгу, каждый свиток, каждый клочок пергамента. Все, что есть! Пора с этим покончить. Да. Головня. Головня, это Аббатисса. Она убьет всех, кто будет ей мешать. Пора защитить от нее людей. Ладно, их мы будем защищать уже в следующей части. А на этом, пожалуй, остановимся. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алексай и Килл. Увидимся в следующей части. До новых встреч. И пока-пока.